творческая студия позитивного мышления силой позитивной мысли с вами я один сломанов на макту сан-фудин сейчас пойдем на балконе балконе у меня все открыто проветривайте очень шикарный выходной 20 градусов солнца в санкт-петербурге санкт-петербург раша сейчас буду тренировать еще кофе налью себе чаще смотри подогрею чайничек налью еще кофе буду пить кофе еще немножко с печеньем с вафелькой и тренировать актерское мастерство улыбку улыбку счастье будем тренировать как там эта девушка говорила о о как-то глазками так сиять глазками что вот туда в мою спальню ближе к моему балконе поставлю сейчас видеосъемочку загружаю щас моё видео которое недавно засняла на мою страницу фейсбука чайничек уже кипит ну ах и так она супер оргазмическая да что-то что-то какое-то знаете вот это вот немножко тогда нужно сейчас я наверное нужно сделать меньше занавесочку так нужно занавесочку сейчас я еще принесу больше кофе и вафли и печенье а Продолжение следует... 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 В общем, как-то вот это вот. Тем более по тематике, тем более по какой-то вот такой тематике. То есть я совсем была настроена это снимать. Ну что, наполняйте ваше пространство любовью. Станьте источником света и добра. Ну что, для тебя залманы. Вот несколько франц, их можно сказать с улыбочкой, так как будто бы все сияет, все сверкает. Не вот с таким лицом, а с улыбкой. Нужно улыбаться и говорить. Давайте, изобразите. Наполняйте ваше пространство любовью. Станьте источником света и добра. Пусть ваши слова и мысли будут энергетически наполнены радостью, счастьем. И вы увидите, как изменится ваш мир и ваша жизнь. Вот, Татьяна Салмановна, давайте. И ваши станьте источником света и добра. Пусть ваши слова и мысли будут наполнены, энергетически наполнены радостью и счастьем. Будьте любезны. Будьте любезны. Вот этот вот отрывочек из книги. Ну это я, знаете, себя мотивирую, что не так вот это сказать, а вот сиять улыбкой, как вот эта Ислер, знаете, вот это, что она победила, что она мисс вселенная, она улыбалась. Пусть такая вот эта улыбка во все зубы. Так что вот. Сейчас хотела еще вафельки покушать, кофе. Если бы я на этом заработала деньги, я просто пиарю себя в процессе пиара. Так что вот. Если бы, конечно, на этом зарабатывала деньги, как Наталья Правлина, скупала бы особняки в толстые три этажа, это другой вопрос, понимаете? Совершенно другой вопрос. Заснимать видео, понимаете, делать семинары, писать тексты и так далее. То есть это деньги, это гонорары, это ты понимаешь. Когда снять столько видео, сколько я засняла, обратите внимание, 20 тысяч видео. И быть должен, должен залеплить 115 тысяч рублей. Ну, это как бы смешно немножко. Так что вот. Ну, в любом случае, понимаете, как я вам говорила, рискованная в Лакапеда Бьюти, такая, ну, еще что сказать, система, как говорится, Ториана моя, это система, методика. Здесь, в принципе, вот кушаю кофе, ну, я бы так, конечно, на кухню, конечно, меньше времени на это бы на съемочку. Я надеюсь, заснимет мой волшебный компьютер меня. Это видео заснимется. А так, конечно, открыла окна, открыла балкон, там, понимаете, даже ночью было закрыто, потому что прохладно достаточно. А сейчас, видите, даже платье наделать, даже пойти по летнему отделу, если жарко, 20 градусов, солнце, совершенно другая, совершенно другая обстановка уже. И в квартире, мне, конечно, у меня такое, я занимаюсь такой грант-уборкой, грант-уборкой, вот, в моей квартире. А так, конечно, было 13 градусов днем, солнца нету, ночью 10 или 11. Так что вот. у меня. Я так, принципе, как тогда я знаю, я с тобой боюсь, моя задача. С тобой берешь р conna оттвет. Я знаю, шарка подreally на это. Я так это сделаю довольно, так ты уничтожил. Я за тебя вот Franz, А ты зная, только что promote, insectоварấn, Я жарить цвет, всякого gera перемешивай Cherля destroyed, okayw парк. вы легко Dr. pickleballin. Дело в том, что, когда я засняла это видео, я так мысленно читала информацию, что, например, я не знаю, это, наверное, происки врагов или что-то такое. Вы считаете, что это развлечение, что все спасутся на Титанике 2. Не надо считать, что на Титанике 2 все спасутся, поэтому ни Фридман, ни Дерибаско не едут. Так что, вот, welcome, welcome любые олигархи. А эти 2 не едут. Эти 2 сдают билеты. Ну да, они если купили на этот, на Титаник 2 билеты, они их быстро сдают. Нет, они решили, что, вот это, это дело само феерически сказала, за ними яхты поедут, их там точно спасут. Кто, кто сказал-то там? Когда эта фигня тонет, там можно, понимаете, там вот это вот, когда это тонет, эта штука шатается, там может чем-нибудь долбануть, и все, короче. Хуяк, будете слушать долго маяк вот это вот. А не знаете вот это вот, развлечься? Развлекитесь лучше по компьютерной игре. Да-да. Это их запослать туда, понимаете, а потом переживать за них. Пусть едут те, которых Татьяна Салмановна даже не знает. Там, знаете, в этом списке порт, еще, короче, имена есть, пусть они едут. Давайте продадим билеты. Я шутю, конечно. Нет, они просто сказали, они подумали, что, понимаете, экстрим, вот это экстрим. А кто сказал, что, понимаете, это не то, что вот это вот, даже если яхта идет сзади, понимаете, это такой экстрим, это неизвестно, вот это вот. Это что вам думаете, шуточки, что ли? Понимаете, океан, вот этот, я вам там загружу некоторые видео. Океан, это вообще не поздно, это даже вам не мозг человека. Понимаете, это открытое вот это море, океан, понимаете, корабль. Вы понимаете, а если вот так огромный шторм, вот кто, кто не знает, кто вообще не был, не знает. Это вода, понимаете, это вода, это глубина, это шторм. Если штормит, например, это вообще вот эти ветра, вот это все шатается. И это вода, и суши близко там вообще нету. Это попасть, например, на рифа, а если там еще будет какой-то шторм, и поднимутся эти волны, понимаете, могут волны подняться, понимаете. Если большой корабль там еще вот этот, как-то проходит, а яхта, она может быть. То есть на самом деле, ну, есть такие, понимаете. Есть люди, они любят море, любят воду, любят, знаете, был такой, который там какой-то там, я бы интернетила, какой-то там, знаете, он очень любил вот это вот, воду, это море, там одному вот эти вот ходить под этими парусами. Это не шутка, понимаете, это не суша, понимаете, это даже вот это. С этим шутки плохо. А потом, понимаете, вот там даже, может там, может там, если, например, вода, может и ногу свистеть, или еще что-то, может быть, все что угодно. Так что я считаю, что лучше заниматься супер, супер вот этими играми по большим экранам. Они же, знаете, такие большие кинотеатры, большие экраны. Заниматься компьютерными, если такой экстрим хочется, сел, понимаете, в своем зале, позанимался вот этим экстримом на вот этих экранах, вот эти шторма с наушниками 3D, потом, понимаете, как это все, снял эти наушники, снял вот это, вот это, наигрался, пошел на свою шикарную кухню пить чай, кофе, кушать вкусности всякие. Так что вот. Я вот раньше, даже в советские времена были еще, знаете, такие очки, я ходила сама даже в такой, но это были еще, это еще были советские времена, а сейчас технологии пошли. Как сказала Наталья Правдина вчера на видео, компьютеру, компьютеру мы благодарны Биллу Гейтсу, вот, а телефону, телефону, вот эту Стиву Джобсу, что у каждого по телефону это Стиву Джобсу мы обязаны. Так что вот. Я, честно говоря, была очень удивлена, даже как бы не совсем даже и знала, что мы телефоном обязаны Стиву Джобсу. Как сказала Наталья Правдина, теперь, если раньше, если 10 лет назад мы были привязаны компьютером, чтобы посмотреть свою почту, почту, надо было на компьютере открыть вот это, а сейчас прямо на телефоне открываешь, смотришь свою почту, и, конечно, Татьяна Салмановна поняла, что, конечно, я такая еще где-то там 10 лет назад, потому что, знаете, у меня электронная почта по моему большому стационарному компьютеру, и то он не совсем новый, а был, вот, а на телефоне у меня никогда не было вообще интернета, вот. И вообще, когда я из Америки приехала, из Америки у меня был один телефон, как бы вот из Америки я приехала, тоже такой, купила один такой телефон, как бы не совсем супер, какой-то такой суперсовременный, ну, как мне понравился, что он такой розовый, вот, и было у меня много-много лет, и, в общем, как-то вот это вот. Вот знаете, это люди, которые, я столько лет на сеансы Коновала выходила, постоянно с этим буклетом, постоянно с этим, с этой молитвой франциско-разийского, постоянно с буклетом. Я и в Таиланде была с буклетом. Чтобы поехать в Таиланд, надо было сделать прививки. Нет, чтобы уехать в Америку, надо была книжка специальная, чтобы сделаны прививки, ну, вообще, чтобы в Таиланд ехать, нужны прививки. Так что вот, я, Татьяна Салмановна, купила эту книжку с прививками, то, что у них сделано. Так что вот. Татьяна Салмановна ездила в Таиланд два раза без прививок, ну, с буклетом, с молитвой. Поэтому, когда меня там мужчина в Таиле подвез на мотоцикле, и я ошпарила об горячую вот эту вот трубу, знаете, у мотоцикла сбоку горячая какая-то штука проходит. И я прям ошпарила, прям до крови ногу, у меня такая ссадина была. Слезая с мотоцикла, он меня подвозил там. У меня там была открытая рана, потом я пошла в эту аптеку, купила там что-то, чтобы эту рану какую-то мазь положить. Вот, забинтовала и поняла, что я приехала в Таиланд, здесь жара, здесь это потайно, здесь это какая-то мутная грязная вода непонятная. Вот, но, понимаете, как-то вот это вот. Нужно загорать, если ты загораешь, там такая жара, купаться хочется. А если ты ногой, понимаете, вот это вот. А вы поняли, да? Вот такая ссадина, открытая вообще, такая рана была на ноге, завязанная бинтом. Я купалась в этой мутной потайской воде, вечером перебинтовывала на новый бинт. В общем, целый день я там лежала на пляже, купалась, потом загорала, была вся такая загорелая. Так что вот. И ехала я туда без прививок. Вот, затем Салмана вам так не советую сделать. Так что вот. Ну что? А, Салмана, вот эта вот, эта штука. Ждем с улыбочкой. Я просто вообще по жизни, мне 49 лет. Вот смотрите мои видео, как-то вот VIP. Я засняла такие видео, вот это вот. Я представила, что такая вот эта богатая такая вся. И засняла себя просто вот такая, прям вся такая манкая, сладкая, улыбая. Я, в принципе, ну как-то вот жизненная такая. Ну, смотрите мой light journal, я рассказываю о моей жизни. Я даже когда мою книгу эту писала 4 года в Америке, я просто вспоминала его. Я говорю, Татьяна Салмана, вспомните, вспомни, как часто ты улыбалась, когда писала каждый день. Понимаете, с утра до вечера читала книги, писала, все, улыбалась я или нет. А когда мне было улыбаться, вот сидела и писала. Читала, читала, думала. Как говорю, что вот завтрак, когда-то ужин там, ну прогулочка там, магазин там. Конечно, там, теперь учел йога и так далее. Все остальное, вот это книги, все писала, читала, некогда было. Сидишь, читаешь, выписываешь, потом дополняешь. Вот это когда? Молча, вообще молча, часами вот это молча читаешь, вот это вот. Там полкниги, одной полкниги, другой к вечеру уже, понимаете, вот эта книга, уже ложишься отдыхать, и эта книга, она информация в голове, прям вот это как будто ты вообще вот этот философ, ну да. Когда уже читаешь месяц, два, три, уже второй год, уже третий год, уже потом, знаете, так как думала, ах, я отдохну сейчас на диванчике, а потом смотрю, у меня в голове, думаю, такое чувство, что я уже прям вот это вот, практически философ. У меня прям вот эта вот книга, прям вот это вот в голове. Вы поняли, да? Может быть, в этом был и минус. Вот говорят, понимаете, вообще учителя, великие учителя говорят, что все гениальное, оно просто. За радостью, за счастьем, понимаете, за счастье, за радостью идет энергия, понимаете, вот эта вот энергия. Вот. Из-за этой энергии, понимаете, вот такая вот, и к этой энергии, так говорят учителя. Идет вот эта вот энергия изобилия, знаете, как строго изобилия, это значит и процветание, и богатство, и деньги. А если, может быть, долго, знаете, вот это читать, напрягаться, то я точно сказать не могу. Я просто рассуждаю. Ну а все, abajo. Все, хорошо. 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 А, все остальные, знаете, я хотела еще какие-то фамилии там озвучить, понимаете, вот это вот, ну, по-любому до Титаника и так далее, я не знаю, я бы сказала так, понимаете, конечно, хозяин-барин. Самое главное, чтобы Татьяна Салмановна не знала, если Татьяна Салмановна не знает, она и не переживает, кто куда там ехал, поедет, понимаете, есть такие гонщики, они любят гонять, там, вот это вот, понимаете, чтобы я не переживала, понимаете, я не знаю, я не переживаю, понимаете, если я как-то знаю, я начинаю переживать, а мне это надо, мне это совершенно не надо. Так что вот, они потом бы сказали, а вот она возражает. Короче, ну, есть определенные, есть определенные, так скажем, вот я бы сказала, конечно, по именам, но тем самому она не будет говорить. А потом они скажут, что знаете, я как-то возражаю, как-то ограничиваю. Короче, едут, они едут куда хотят, самое главное, чтобы я, я не знаю, понимаете, если я не знаю, я и не переживаю. Поэтому вот так вот, сообщать мне, понимаете, вот это сообщать и нервировать, в общем, не надо. А так, пожалуйста, понимаете, если я не знаю, мало ли что, где, понимаете, вот это. У меня сейчас там труба, в общем, нужно сейчас-то буду там холодное открыть, у меня там стирается, в общем, белье стирается, вернее, да, эксклюзивная моя одежда. Ах, в общем, давайте, кстати, сломанно к этому, в общем, кофейко, очень все, печенька, вот это все, вот это фраза. Как она еще раз, как она говорила, на О, О, И, О, И, глазками, О, И и глазками, чтобы это было весело, чтобы это весело. Наполняйте ваше пространство любовью. Станьте, станьте источником света и добра. Добра, как она говорила, на И, как-то И и О, можно сделать вид, что ты улыбаешься, но чувствуешь, что, как говорится, в общем, какая-то вот это вот, как бы, вот никак, представляете, вот это, мне нужно, наверное, тренироваться, вот зеркало, зеркало заповесить туда, вот, и тренироваться перед зеркалом. А что, казалось бы, какая ерунда, правда, вот это вот, это всего лишь нужно сказать с улыбкой. Вот эти вот две фразы, это нужно сказать так, улыбаясь. И все. Только вот улыбаться и сказать эти две фразы. Наполняйте, наполняйте ваше пространство любовью. Улыбаемся, улыбаемся, ну, у меня явно получится сейчас, знаете, натянутая улыбка. А что вы теряете? Мы просто посмотрим. Я же третий раз, третий раз хочу вот это, ну, никак, я, знаете, если бы я вот это вот, просто тренироваться, буду перед зеркалом тренироваться. Может, какие-то две, два или как-то вот несколько слов всего говорить. Надо так, улыбаться глазами и лицом, и, в общем, чтобы это было с улыбкой. А я собираюсь еще раз эту книгу, книгу, там, читать отрывки из моей книги главы, просто учусь. Я не знаю, как, а где вот это вот, я, как бы, знаете, вот актерское мастерство, как бы вот это вот. Ну, я вот увидела, думаю, улыбка счастья, как там мужчина, актер, стал улыбаться. В общем, да, давайте дарите улыбку, и он, правда, там, я у него послушала или где. Есть разница, понимаете, когда вы подходите в магазин, в кассу, с покупками, одно дело, вы просто что-то там такое говорите, там, или кассировали, просто в магазин, или просто вот вышли по каким-то вопросам, там, в банк. Понимаете? Там, банк, оператор, ну, как они там называются, менеджеры, или, в общем, это. Кто-то там обслуживает в кассе, в банке, или в магазинах. Одно дело, вы улыбаетесь, говорите с улыбкой, дарите улыбку, понимаете, дарите улыбку. В принципе, если не можешь ничего подарить, подари улыбку, хорошее настроение. Это должна быть манера, как у американцев. У них, она, знаете, как сразу, они как-то так в улыбке сразу, how are you, и улыбаются. Одно дело, у него кислое лицо, он такой, ничего не спрашивает, а другое дело, он во все зубы улыбается, спрашивает, how are you. Так что вот, это как, в принципе, часто я достаточно в Америке видела, и считала, что это какой-то open-minded, это позитив, у них жизнь другая. Там нет такой энергетики, там нет такой советской энергетики, в Америке другая жизнь. Так что вот. Понимаете, у них на следующий раздак, понимаете, так вот он, зарабатывают у него дома, он знает, что, в принципе, все у него более-менее, как бы вот это, вот вы поняли, да? Это я так предполагаю, понимаете, вот это. Он, конечно, когда вот люди улыбаются, они там спрашивают, how are you, они даже не предполагают, что вы будете их грузить с вашими проблемами. Понимаете, такая манера общаться, такая немножко манера позитива, по типу улыбка счастья, я бы сказала так, такая американка 4 года в Америке жила, конечно, не все вам будут улыбаться, вот. Но в основном те, которые, хотя, знаете, не знаю, какой процент. Те коренные, те коренные, в принципе, американцы, которые, в принципе, там где-то вот так нормально живут, вот в таком районе. Понимаете, вот это вот такой вот позитив, понимаете, они сами вот с таким open mind, спрашивают, how are you, в общем, рассчитывая, что вы тоже спросите, как у них дела, они скажут, fine, и, знаете, вот такая взаимная улыбка счастья, вот. Вот, и, в общем, как-то пообщались, может быть, что-то там такое еще друг другу сказали, погода природы, магазин, или это какие-то просто, такие просто знакомые о чем-то таком. Вот это, и, знаете, такое легкое общение на позитиве, вот. И там предполагается, что вы скажете, что fine, вот, вы не будете грузить проблемами, вот. Это определенно пока очень-очень интересно, знаете, может быть, даже своего рода психотерапия, вот, что, понимаете, вы улыбнулись, вам в ответ улыбнулись, а когда вам улыбают, может, что-то еще какой-то комплимент сказали, если это мужчина и женщина, может быть, там, мужчина какой-то комплимент сказал, или как-то так вот, в общем, вы поняли, да, женщина видит, что он как-то понравился, какой-то такой небольшой флирт, хотя, знаете, в Америке я не заметила, что эти коннектируют, что мужчина будет флиртовать. Там, знаете, когда особенно они увидят, что на пальце кольцо, обручальное кольцо из бриллиантов 2 карата, Вот, он очень так это отойдет и все, так что я замечала это в магазине, у меня в основном была, знаете, вот это вот, ну где я в основном ездила, там органик шоп, обычный шоп, чаще всего в органик шоп, спортивный клуб, спиртчоу-йога, вот, маршал, тиджей макс, мол, я меньше ездила, так что в основном как-то вот так. Может быть, те люди, которые ходят в органик шоп, они больше так органик позитивные, знаете, они может быть как-то ближе, знаете, как говорят к этому всякие там спириту, что-то, они могут как-то медитируют, знаете, такие различные там, может быть, что-то вот это, ну, возможно, возможно, так что вот. Просто даже в штате, я вам уже рассказывала, даже где-то в штате Вермонт, Вермонт, на спире с мужем моим Вермонт ехали с собаками, там женщина была с двумя собаками, то есть, знаете, такие как вот эти вот специальные обученные собаки, поводырители, слепые, очень, очень, да, знаете, такие черные, как бы типа водолазы, но они черные с белым и с рыжим были, такие очень красивые собаки. По-моему, она с такими собаками была. Вот. Куда я там вышла? А, там была просто остановочка, кофе купить в туалет я стояла, короче. Там вот и тетя с собаками, мы чуть раз говорились, у нас там эти три собаки в машине, понимаете, у Перри, у этой тети собаки, знаете, в очереди, по-моему, мы в туалет очень мило поулыбались, я говорю, боже мой, такие собаки у нее будут красивые. В общем, как-то мило поговорили ни о чем, о собаках, в общем, эта женщина поулыбалась, в общем, как-то, знаете, вот такой разговор просто о собаках, знаете, что как бы у нее собаки, и вот это вот, как-то вот так. Какой такой легкий разговор без каких-то вот этих вот, не знаю, я заметила, что если что-то спрашиваешь, там не будут как-то не бояться, не шугаться, не косо как-то смотреть. Говоришь, например, боже мой, какие у вас собаки, и правда, там у нее собаки так собаки были, таких собак вообще никогда не видела. Начинающий говорит, ой, у вас такие собаки, а может тоже там вот это, едем, у нас тоже три собаки, и все, короче, это слово за слово. Она говорит, ой, да, да, там что-то такое, в принципе, не то, что с каким-то лицом, а, знаете, с улыбочкой, о чем разговор, вот, знаете, как бы особо ни о чем. Ну, или там что-то где-то вот это купить, а, ну, не то, что купить, что-то можно спросить, а где-то вот это, что-то такое, ну, что-нибудь такое спросить. Вот такие вот дела. Так, знаете, смотрите, в общем, сколько тут у меня уже, 30, уже сейчас будет 7 минут, 30 минут, ну, хорошо, в общем, с улыбочкой, что, а, я собираюсь, знаете, вот эта улыбочка, улыбочка счастья, как-то нужно мне, ну, самой перед зирком, в общем, отработать, ну, в общем, вы поняли, да, в общем, да, третий раз, в общем, как-то и никак, вот с улыбочкой. А так собираюсь эту книгу, главы, отрывки с глав, мне нужно это читать вот с таким вот, с такой вот, я даже не знаю, ну, конечно, ну, потренироваться, чтобы это было, просто иногда вот замечают, просто даже дают интервью, понимаете, и улыбаются, то есть, знаете, вот дают интервью, и вот человек вот говорит, и он улыбается, рассказывает о чем-то и улыбается, а не в том, что в смысле смеется, вот, а в смысле, я, я даже знаю, как вам объяснить это, вот, я вот хочу так прочитать, в общем, озвучить мои главы, отрывки из моей книги «Тайная психология денег», «Скоррета богатства» и «Процветание», то есть, вот, с радостью, с позитивом, с улыбкой счастья, так что вот, ну, у меня такая идея возникла, идея. Судя по всему, я такой делаю вывод, что актерское мастерство – это не так просто, потому что я думала, что как-то это, в общем, вот это вот, а оказалось, это, в принципе, не так просто. Когда вот коснулось чего-то конкретного, вот коснулось чего-то конкретного и прочитать вот эту вот улыбку, а мне же нужно не то, чтобы это не было натянуто, чтобы это было и красиво произнести, вот, и чтобы это было и позитивно, и чтобы это не было видно, что это как бы натянутая что-то улыбка, это как-то вот нужно с лицом, с мускулами, в общем, я не знаю, и вообще жестикуляция, вообще как-то все с этим буду работать, поработать, и это как-то, в общем, озмучить, вы поняли, да? Потому что если я здесь сниму, увидю, что это какое-то натянутое лицо, натянутая улыбка, это как с натянутой улыбкой что-то читать, а это чувствует, это видно, вот это же чувствуется, как говорится, не то, что это даже по энергетике, а для себя особенно еще более крупным планом поснимать, чтобы это было, знаете, и естественно, то есть, в общем, как-то вот так, задумка у меня такая, вот такие вот дела, так что вот, творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, с вами я, Татьяна Саманна Мактун, Саин Фуддин, выходной, шикарный день, ветра нету, в общем, число великолепное, и погода шикарная, я так понимаю, что в располагании, помогает как раз она к отдыху, чтобы в Петербурге люди в выходной отдохнули, понимаете, вот джинсики, футболочка, если там сейчас гуляют, понимаете, вот это вот такое солнце шикарное, вот, джинсики, футболочка, и все, можно гулять, наслаждаться жизнью, и даже сегодня заметила, молодые люди прям устроили пикник, прям у нас здесь под яблоньки, у меня перед окнами растет на газоне яблоня, люди расположились, прям повесили сумки на яблоню, мужчина, женщина, по-моему, наверное, их собака была привязана, их собака, лабрадор белый, была привязана, так скажем, к поребрику вот здесь вот, так что вот, на уровне той, на уровне там трехкомнатных квартир с той стороны, вот я просто посмотрела, я думаю, люди вообще на самом деле устроили такой пикничок, здесь не так часто около яблонки устраивают какие-то такие пикники, потом они покормили эти милые люди кошек, там, знаете, такая, кошачьи такие штучки есть, вот, вот такие вот дела, и сами покушали, я так понимаю, кошек покормили, и собака у них привязана, хотя я подумала, что-то они с собой собаку-то не взяли на эту травку, собака бы там полежала на травке, вот, вот такие вот дела. Ну что, знакомый номер 472 машины Киа, то что вот, вы не заказывали пиццу? Вот это яблонька, обратите внимание, слева яблонька. Пиццу не заказывали, Токио-сити, здесь огромное количество мужчин, обратите внимание, смотрите, самокатики, вот девочка побежала, вот здесь они вот, вот девочка, видите, куда побежала, вот там они и отмечали. Так, пикничок, пикничок, вот женщина, а, они на полосеточку, наверное, пошли гулять, в общем, шикарная-шикарная погода, разводочка, Токио-сити, мужчина вот пошел, наверное, с сумочкой, сейчас вам привезет, так что вот, сколько раз говорила вот на это место, ну, конечно, как говорится, а что им? Так что вот, людям говоришь о Бермудске-треугольник, а их все равно туда тянет. Ну, говоришь вот это вот, Бермудске-треугольник, а они говорят, да что вы, пока сами не увидим, пока сами не увидим, мы, как говорится, это не поймем. Но когда уже пропали, говорят, а где? Пропали на Бермудах, так что вот, Мы хотели посмотреть, работает бермудский треугольник или нет. Они говорят, да какой бермудский треугольник, да что вы шутите. Какую-то фигню, какие-то бермуды. Какие могут быть бермуды, понимаете? Сейчас я уже, как говорится, смотрите, у меня выстиралась, я занавесилась, у меня немножко так темно, немножко темно. Надо будет посудку помыть. Сегодня, конечно, собиралась, это сегодня собиралась. Так что вот, собиралась сегодня я еще заниматься генеральной уборщикой, кое-что делать. Ну, стирочка, у меня такая небольшая стирочка сейчас идет. Стираю. Ну, такие вот дела. Крупным планом себя показываю. Смотрите, два моих канала, два моих канала Ютуба. Татьяна Салмана, Мактум Сайфудин на русском, на английском языке. Сейчас я тут посмотрю, вот и открою мою страницу ВКонтакте, сейчас вам покажу. Около 7 тысяч видео на каждом видео я. 350 видео на моей творческой студии позитивного мышления, силы, позитивные мысли. Такие вот дела. Моя страница ВКонтакте сейчас открывается. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас буду готовить себе обед. Время у нас почти 5 часов вечера. Сейчас Татьяна Салмана будет готовить обед. Для себя такой обед, ужин как в Парижах. Это моя страница, обратите внимание. Я вот у вас хотела спросить, вы мои видео перепубликовываете для себя с какой целью? Вы вот эти два видео, где я матом выругалась, не перепубликовали? Вот обратите внимание, они все себе куда-то там перепубликовывают. Смотрю так, хоп, для себя куда-то там туда. Вам они не понравились? Я подумала, что вы являетесь моим фанатом, вот, и перепубликовываете мои видео для себя, потому что вы фанат. То есть там, где я выругалась матом, вам не понравилось это, да? То есть вы для себя не перепубликовали. Понятно, понятно. Понятно.